Добрый вечер всем! Сегодня у нас 9 декабря 2023 года. У нас без 10.10 на часах. И в общем, что я вот сейчас только что выставила, ну, выпустила, так скажем, видео о моем уголке. Сзади меня стоит, да, мой уголок рождественский. Я сегодня закончила его украшать, сходила тоже в магазин, купила, ну, еще некоторые вот фонарики тут себе украсила, подарки шоколадные, ну, маленькие подарочки, такие чисто символические мы купили, еще докупили детям, потому что так как мы решили, что дети в этом году будут у нас праздновать, ну, долго думали, обсуждали, потому что я чувствую, что Жанлюку это очень хотелось, этот праздник. Но опять-таки, знаете, он у меня, Жанлюк очень такой, я уже много раз об этом рассказывала, он импульсивный человек, вот, ему что-то захочется, в общем-то, ну, я продумала, подумала, естественно, прежде чем дать ответ, послушала, что он там это говорит, вот, и потом говорю, ну, раз тебе так хочется, тогда давай организуем, ну, праздник, то есть, ну, организуем праздник Новый год, Рождество семейное так, что, конечно же, разделим на всех, ну, обязанности, потому что я ему сразу сказала, мне будет одной, организовывать трудно, я тоже хочу праздника, ну, на что он, конечно, тут же согласился, быстренько позвонил своему сыну старшему и все взвалил на него, представляете, все абсолютно взвалил на него, я говорю, слушай, так не делается, надо, наверное, им двоим, им обоим распределить, ну, и так как я приглашаю мою дочь с семьей, с детьми, значит, нужно еще и я ей кое-что тоже задание дам, вот, он так задумался у меня, я говорю, я организую там стол, красиво все украшу, ну, к новогоднему, так скажем, приберу, естественно, в доме все, организую аперитив, а вы уже все остальное, то есть, ну, каждый за что-то будет отвечать, вот, ну, говорю, конечно же, раз ты такой вот праздник решил устроить у нас дома, ты, говорю, должен, значит, закупить какие-то, вот сегодня мы пойдем перед праздником и закупим какие-то украшения для стола, там, ну, чтобы был, тарелочки, там, прочее, ну, что-то новогоднее, потому что, ну, раз уж ты, хочется тебе вот такой праздник, у него, конечно, вот, знаете, радости больше, да, конечно, пойдем все это сделаем, купим, ну, в общем, вот такими вот делами, я говорю, ну, хорошо, хочешь-хочешь, что ж теперь делать, говорю, деньги твои, ты, в общем-то, распоряжаешься. Ладно, говорю, вот это нужно, это, 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 так все посмотрела, прикидывала, что, куда купить и что нужно сделать, вот, ну, вот я-то сама-то уже все посчитала и прочее, ну, а потом уже с ним пошли в магазин сегодня, кстати сказать, знаете, пошла в магазин и сегодня в наше, вот немножко отступление такое сделаю, сделаю, а взяла камеру, у нас сегодня такая, мне и Тамара из Франции тоже сказала, дождливая, противная погода, знаете, дождь такой моросит, тоже слякоть, 16 градусов, у меня голова гудит, потому что давление понижено из-за этой погоды, вот это перепады температуры, в общем, неприятная погода, она хмурая такая, все дождит и дождит и дождит, ну, короче говоря, пошли мы в эти магазины, я сначала побежала, знаете, в мой любимый магазин Аксион, я же часто его показываю вам, думаю, там закуплю все такое одноразовое, ну, в смысле одноразовую скачет специальную такую для Нового года, там еще что-то, там уже себе все придумала, даже подумала, что мы можем, потому что смотрела рекламы, до этого смотрела рекламы, рекламные проспекты, в которых были вот эти столы, как украшать и прочее, знаете, там что-то продают, и они это все как бы рекламируют, то есть уже как бы готовые столы, думаю, вот в таком стиле все сделаю, вот выдержу в таком, мне понравился голубой стиль, там еще что-то, думаю, ну все, вот, побежала, пойду в этот магазин, все это закуплю, все это одноразовое, очень красивое, и, в общем, очень такое новогоднее, ну, не тут-то было, еще и камеру взяла, хотела вам поснимать наши новогодние магазины, пришла я в этот Аксион, зашла я в этот район, ну, магазин-то полный, всего полно, а вот тот район, где продаются к Новому году, к Рождеству, представляете, практически полупустой, вообще, ничего там нету, я говорю, что-то такое, еще две недели до Нового года, а уже ничего, до Рождества ничего вообще нет, там, знаете, по полу постые магазины стоят, народу много, все бегают, толпятся, все хватает, ну, хватает вот такие вот украшения, там еще что-то, зашла я, говорю, а где тарелки здесь, где что, вот эти, короче говоря, уже всякие остатки там купила, что-то закупила, ну, не то, что я хотела, ладно, говорю, пойдем, говорю, в другой магазин, у нас такой магазин еще есть, Жифи называется, тоже типа такого, но немножечко как бы подороже, ну, то же самое, рекламные проспекты, во всяком случае, из него мне тоже приходили, там, вроде, тоже должно было быть много чего интересного, та же история, представляете, вот зашли в этот магазин, большой, народу много, и вот тоже уже какие-то остатки, все какое-то не такое уже, то, что я хотела, там, допустим, бокалы какие-то купить и прочее, ничего приличного я не нашла, то есть совсем остатки, совсем не то, что нужно, вот, опять там что-то я закупила, то, что мне не докупилось, ну, что-то, то есть уже такого стиля, который я хотела создать, вот прям в стиле, у меня не получилось, то есть я хватала везде, где тут схвачу что-то, там схвачу, ну, понятное дело, я, конечно, что-то украшу, что-то сделаю, но то, что я хотелось, хотелось бы мне, у меня как бы, ну, в общем-то, не получилось, не получается, чувствую, вот, видите, украшение купила вам сзади, для, ну, гирляндочку купила, там, еще что-то вот такое, вот, думаю, хоть немножко поукрашаю, тут все-таки новогодняя такая должна быть атмосфера в доме, ну, раз придут столько народу у нас, практически нас всех вместе, вместе с детьми будет человек 10, мы так посчитали, представляете, как много, дом маленький, причем до этого я тоже попросила, говорю, ну, давай к твоим детям хотя бы у кого-то у них организуем, допустим, ну, без моей дочери, естественно, допустим, они нас приглашают, мы что-то приносим, прочее, ну, нет, все, значит, отказались, никому не хочется, чтобы дома было у них, ну, люди были, короче говоря, каждый сказал, нет, у меня дом маленький, хотя дом больше, чем наш, ну, в общем, вот так вот, я говорю, ну, тогда, может, нам сделать так, уж с Жанюком, говорю, может, снять что-то, ну, какое-то помещение, ну, небольшое снятие для нас всех, отпразднуем все, потом мы уберем и уйдем, и все, вот, ага, все, значит, опять денег, жалко, ну, Жанюку жалко денег, он говорит, я не могу, я не буду за всех платить, оплачивать, не хочу, говорит, я говорю, ну, так не для меня же, а для твоих детей всем будет приятно, здорово, ну, вот, понимаете, вот так вот у нас и получается, вот, вроде, такая вот праздник хочется организовать, но его не хочется, на него никто, никому тратится, вот, как бы, во всяком случае, Жанюку-то точно тратиться не хочется, я говорю, так тогда, ну, вот это надо купить, это, 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 потом смотрю, он все грустнее и грустнее и грустнее становится, а мы только еще, знаете, ни продукты, ничего не закупали, а вот только украшения к столу, там прочее, еще даже спиртное не закупали, а вот, а деньги так это, ну, тратятся, нужно бокалы купить, там еще что-то, кстати, искала тоже бокалы для вина, тоже какая-то, знаете, у нас какие-то все не то, стекло толстое такое, они такие все толстые какие-то, в общем, ну, не то, все вот не то, что мне бы хотелось, зашла в большой магазин, есть у нас такой супер-ю магазин, думаю, ну, там-то уж точно и музыка играет, наверняка, магазин большой и такой, в общем-то, всегда был, всегда здесь во Франции, очень так отмечалось Рождество и Новый год у нас, во всяком случае, у меня здесь в регионе всегда здорово и классно, в этом году что-то, так они заэкономили деньги наши, вот, местные здесь, видимо, потому как мне показывали Рождество в других, как готовиться к Рождеству в других наших городах, то есть не в Андее, и абсолютно другая картина, а у нас тут что-то прямо в этом году, ну, я не знаю, деньги куда-то, видимо, потратили, что ли, наш регион, и уже на Рождество у них денег-то не хватает, вот, на украшение имеется в виду, на организацию, так вот, магазин-то большой в этот зашли в супер-ю, та же история, представляете, ну, в район маленький такой, знаете, отдел, где продают какие-то там, ну, к Рождеству, какие-то посуды и прочее, ну, уж совсем малюсенький такой, вот это, и там выбора абсолютно никакого нет, там не только я, еще какая-то женщина что-то искала, и, короче говоря, я посмотрела, посмотрела, опять ничего и не нашли, то, что нужно было, ничего и нет, ну, думаю, ну, надо же, да что-то такое, продуктов полно, всего полно, но нету того, что нужно, то есть вот к Рождеству, видимо, они заказали, я так понимаю, регион наш, видимо, заказал какой-то лимит, этот лимит, видимо, все уже раскупили, и больше не хотят заказывать, потому что, ну, в принципе, скоро уже все закончится, там уже к новому какому-то празднику, ну, видимо, к Пасхе будет готовиться, ну, просто, видимо, уже не хотят, потому что это все остатком потом останется, так мне кажется, вот, короче говоря, о чем это я, так вот, мы побегали-побегали, ну, в общем-то, с горем пополам, не то, что, конечно, мне хотелось, но, в общем, кое-что закупили, вот, и то я уже, знаете, как, я это еще купила, это купила, но у меня уже, смотрю, грустнеет мой жалюк, все грустнее-грустнее, а потом уже смотрю, домой приходит и уже ворчливо мне говорит, ну, надо же, я вот столько денег потратил, вот на все, на это, вот это очень-очень дорого, говорит, я говорю, слушай, ну, это же твоя была идея, то есть, короче говоря, идея стала как-то у него это, знаете, как бы это сказать, ну, она ему уже удовольствие так не приносит, как она у него в задумке-то была, потому что там же он вредничал, надо было, ну, я видела, он капризничал несколько дней и прочее, ну, то есть, он мне намекал, что он хотел бы с семьей провести, я это все, как я уже сказала, продумала, силы свои взвесила, но думаю, ну, раз человеку хочется, значит, надо организовать, думаю, ну, что ж делать, вот, думаю, в конце концов, ну, что, пускай будет ему тоже приятно, ну, а теперь эта приятность ему, как я смотрю, уже начинает его, ну, он понимает, что для того, чтобы организовать такую большую встречу, нужно, в общем-то, и потратиться, тратиться не хочется, то есть, он думал, что вот так все это здорово, вот все придут, тратить ничего не нужно, мало того, когда я ему сказала, что, знаешь, говорю, дорогой, я там организую, конечно, все это, но больше львиная доля ляжет на вас, потому что вы взрослые все, уже взрослые, мне нужна помощь, вот, вот, уже погрустнел, потому что не очень-то ему хочется, я говорю, знаешь, в конце нашего праздника, ну, я потом, в конце концов, к вечеру ближе, люди захотят кофе там попить и прочее, что-то, я говорю, так как ты у нас кофе любишь, ну, варишь мне кофе и прочее, это будет твоя обязанность, я закупила кофе специально сегодня, закупила черное, темное, ну, молотая кофе, и говорю, ну, будешь варить, ну, вы знаете, что он мне ответил, я куплю растворимое, и пусть они пьют растворимое, ничего, я варить никому не буду, то есть, понимаете, вот такие вот дела, то, знаете, всем харчится отдыхать, но работать никому, то есть, организация, знаете, какая организовать, так это, так скажем, в голове интересно, а вот так, что все это в реальности, это как бы, потому что я раньше все сама делала, все вот эти дела, я на себя взваливала, а сейчас, вот, оказывается, они неинтересны никому, то есть, когда я сказала, что тоже буду отдыхать, а вы будете, ну, меня развлекать, так скажем, потому что там же эти помоложе будут молодые, и женщины молодые и прочее, ну, никому не хочется, всем все устали, все хотят отдыха, праздника, я говорю, ну, как хотите, я тоже сяду за стол, все поставлю, ну, уже там вы хозяйничаете, вот, вот такие у нас дела, ну, похоже, что не очень, конечно, это все ему понравилось. Подарки тоже вот, ну, я говорю, подарки давай не будем покупать, будем, ну, давайте деньгами дадим маленьким детям, у нас маленькие внуки будут, двое моих, один его, я говорю, ну, я выделю своим из своих денег, ты дай своему из своих денег, вот так, наверное, сделаем, потому что мои это мои, твой это твой, и, в общем, потому что, ну, на что ему это очень понравилось, потому что делить на всех, допустим, какие-то суммы там прочее, ему это неинтересно, ну, я, в принципе, не настаиваю, я смогу своим дать сама что-то, потому что покупать какие-то подарки, я уже себе дала такое, знаете, слово дала, больше никаких подарков не покупая, потому как эти подарки могут быть, ну, детям трудно покупать, даже маленьким уже стало трудно, им все не нравится, все не эдак, все не так, поэтому просто выделю небольшие, ну, по небольшим денежкам моим внукам, ему порекомендовала тоже, потому что, говорю, если ты не хочешь, чтобы все это мусорное ведро уходило, как обычно, все подарки лучше, да, и какую-то денежку, и сами там они посходят с папой, и купят себе все, что хотят, а вот, потому что у него мальчик живет неделю с ним, со своим отцом, неделю со своей матерью, вот таким вот образом, вот так мы сегодня, знаете, целый день-то и организовывали наш, вот туда сбегали, сюда сбегали, в общем, так целый день прошел, устали очень сильно, как я уже сказала, еще и вот эта погода такая не очень хорошая, ну, и, в общем, вот такие вот дела, вообще хотела рассказать, поговорить немножечко о другом, но у меня время неумолимо бежит, уже 14 минут я вам тут наговорила, вот, ну, что опять хочу сказать, как всегда, благодарю вас за все ваши комментарии, за все ваши труды, большое-большое спасибо, я вас всех читаю, все, я там вижу, все, я смотрю, как говорится, вот, кое-что, конечно, ну, там, бывает, что меня расстраивает, знаете, иногда так много хочется вам сказать и рассказать, как-то мне даже был тут, ну, такой упрек, так скажем, что вот, Марина канал не развивает, вот, ничего делать не хочет, ну, в смысле, свой канал на одном уровне на каком-то стоит, дальше, не дальше, не больше, как говорится, а я вам вот что скажу, вы знаете, ну, развивать свой канал, конечно, можно, то есть какие-то новые идеи, там, прочее, что-то какие-то, ну, менять что-то как-то, ну, вот, мне раньше, вот, хотелось вам показывать, ну, рассказывать, показывать, что я покупаю, что я делаю, что значит, какая у меня, ну, какие покупки, я часто совершаю какие-то покупки для себя, для Жанлюка, там, еще что-то, но, вы знаете, я как-то вот мне иногда бывает просто, я не боюсь людей, не боюсь критики, в принципе, я этого не особо-то боюсь, но оно бывает, но неприятно, когда нас критикуют, когда нас, знаете, высмеивают, ругают, как говорится, хочешь, не хочешь, ты все равно реагируешь, как нормальный человек, ты все равно на это реагируешь, и как-то уже не хочется ничего, нет желания просто лишний раз, знаете, открывать утром вот свои вот эти комментарии и находить какой-то негатив, думаешь, вот с душой вроде, хочешь по-хорошему это все по, ну, поделиться хочется, потому что иногда мы друг у друга перенимаем какие-то идеи, я не говорю за всех, но есть люди похожие, допустим, на меня, имеется в виду внутренним миром, и такие люди, как я, им хочется точно так же, как и мне иногда, у кого-то я перенимаю что-то, вот смотрю и думаю, боже, а почему я вот так не делала, вот такой совет хороший там, это интернет, сейчас все открыто, сейчас все-все-все везде, знаете, можно, как говорится, посмотреть и, в общем-то, для себя какие-то полезные, ну, какую-то полезную практику, так скажем, взять, вот. Поэтому вот так каналы и развиваются, потому что что-то показывать, иногда думаешь, показать, не показать, а потом думаешь, ладно, не буду показывать, потому что потом засмеют, обсмеют, и, в общем-то, думаю, ладно. Сама как бы закрыла я вот свои 15 минут проговорила, 15-20, закрыла мой канал, и живу опять я своей жизнью той, в которой я живу, вот, потому как даже вот сейчас здесь, иногда мне не хочется, ну, не хочется что-то вот одевать то, что, допустим, потом будет критиковать, там еще что-то, думаешь, господи, лучше, пускай попроще, лучше, пускай лишний раз люди не придираются. Хотя я понимаю, что есть и другая категория людей, которым, ну, нужно посмотреть, поглядеть, что как и где, в общем-то, вот так вот, как бы, ну, может быть, что-то по-хорошему и, ну, какую-то идею взять, вот. Вот, и такое тоже бывает, потому что все мы очень-очень разные. Еще, знаете, вот тоже хотелось сказать вам сегодня, о чем, почему я, к чему это хотела рассказать. А утром был какой-то комментарий, не обидный, ничего такого, знаете, ну, обидного не было, но просто было сказано, что вчера я была в кофточке с пайетками. Они сейчас, кстати, очень модные, эти кофточки, ну, во всяком случае, у нас здесь. Вот, и платья, я смотрю, с пайетками, чего только нету. Ну, мне, кстати, тоже нравится, я бы платье такое себе приобрела, мне нравится. А вот, какая разница, сколько лет, было бы, знаете, приятно, как говорится, самой, вот, вот я так живу. Тут без разницы, возраст, не возраст, вот к чему это я опять-таки хотела бы сказать. Кто придумывает из нас вот это вот правило, правило, как одеваться, что можно, что нельзя, в каком возрасте можно, в каком нельзя. Вы знаете, по сути, вот, в моей религии, вот, религии, которой я, ну, более или менее придерживаюсь, так скажем, я православной религии, но опять-таки, только что вот сейчас говорила одной из моих подписчиц, что я уважаю все религии мира, вот. Но в моей, допустим, Библии, в моей религии всего 10 правил. Вот 10 правил, которые нужно, ну, в общем-то, следовать, которым нужно следовать. Они очень простые. И вот если им следовать, то, как бы, остальное можно, ну, жить, в принципе, жизнь уже будет, живешь, как живешь, вот, остальное. То есть остальные правила, они уже, ну, сам себе уже придумываешь остальные. Так вот, кто, зачем мы придумываем себе такие трудности, такие трудные правила, сами себе, которые, ну, в общем-то, мешают нам жить. Это вот сколько, как одеваться, вот, во сколько лет можно, во сколько лет нельзя, что носить, что не носить. Вот сами себе мы придумываем, вот. Сами же люди. И потом вот начинаем, вот почему, зачем это дело, почему вот у меня внучка так ходит, там, ради Бога, пускай внучка ходит, как хочет. Я очень рада за вашу внучку, та женщина одна, про внучку, что она вот одевается, как я. Ну, очень хорошо, что семилетняя девочка одевается, как я, мне проблемы в этом нету. Или я одеваюсь, как семилетняя девочка, да, ради Бога, Господи. Боже мой, какая разница. Вот, поэтому вот к чему я, вообще, я хотела об этом сегодня поговорить, о вот этих наших правилах ненужных, которыми мы засоряем нашу жизнь. Вот. Поэтому, ну, что-то как-то у меня ушло в другое русло. Я вам рассказывала сейчас о том, как мы готовимся к празднику. Ну, ладно, а эту тему я в следующий раз, может быть, и, ну, продумаю, и, может быть, и вам расскажу, что я думаю по поводу вот этих правил ненужных. Вот. Нету вот этих вот кровожадных сцен, да, там неприятные убийства, неприятные эти дела. Ну, как вот это расследуется, как, в общем-то, все это происходит. Мне очень-очень он понравился. Вы знаете, там играет актер, который... Ой, извините, я забыла, как у него фамилия. Но этот актер играл в фильме, наверное, вы многие смотрели, фильм «Квин». Он играл Фредди Меркьюри. Вот, этот актер сыграл. И вот он играет, он достаточно такой интересный актер, вот он сыграл в этом фильме, в главной роли. В общем, короче говоря, мне фильм понравился. Жан-Люку тоже, мы с ним с таким удовольствием просмотрели этот фильм. Сегодня нашли еще один какой-то. Будем смотреть, по-моему, тоже детектив. Не знаю, детектив ли. Ну, в общем, вчера что-то посмотрели. Так, нам начало понравилось. Мы говорим сегодня, будем смотреть на платном канале вот этот фильм. Если он будет достойный, интересный, я вам расскажу. Ну, поделюсь с вами. Ну, ладно, на этом заканчиваю. Всем вам доброго вечера, продолжения субботнего вечера. Вам всем, ну, спокойной ночи, наверное, так. И доброго утром воскресного. Кто будет смотреть меня за чашечкой чая или кофе? А у нас завтра день устриц у меня. Утром Жан-Люк пойдет на рынок покупать устрицы. Мы покупаем их на рынке. Вот сегодня их, наверное, ну, привезут, выловят ночью. Ну, врана утром, ночью. И нам утром уже свеженькие к столу принесут, так скажем. Жан-Люк принесет. Пока-пока, до завтра. Субботник. Пока-пока. Субботник.